Всем здравствуйте, Сергей Семёнович, Марина Борисовна, спасибо большое, что вы меня пригласили на эту такую важную сессию. Действительно, что это огромная проблема, поздние лучевые повреждения сердечно-сосудистой системы, именно лучевой терапии. Потому что наши пациенты сейчас живут всё дольше и дольше, и они всё чаще и чаще доживают до этих поздних лучевых повреждений. И у нас появилась целая проблема, как же сделать так, чтобы избежать этой ненужной никому кардиотоксичности. Если коротко, вот мне, ну Сергей Семёнович знает, что я люблю иногда пошутить над таракальными хирургами. Вот, собственно, мне кажется, Сергей Семёнович до сих пор думает, что мы облучаем примерно вот так, бьём напалом, насквозь. Вот, и, собственно, мы немножко поменялись, и благодаря этому нам удалось сделать так, что всё-таки кардиотоксичность значительно снизилась. И здесь представлена самая первая фотография, это то, как начиналась лучевая терапия. Это был прототип брахитерапии, тогда как раз нагрузки-то на сердце не было. А вот, когда появились первые прототипы линейных ускорителей, кобальтовые аппараты и уже чуть более современные аппараты для 2D-конвенциональной лучевой терапии, вот там действительно было очень похоже на напалм. Здесь представлены реальные снимки, реальных планов лучевой терапии, онкологического центра, причём на самом деле это не такие старые снимки, это всего-навсего 2007 год. Это до смены поколения оборудования. Здесь представлено лечение парастернального коллектора при раке молочной железы, и очень чётко видно даже не радиотерапевтам, насколько большой объём сердечной мышцы попадает в объём лучевой терапии. И здесь представлены снимки лечения рака лёгкого. Посмотрите, вот это вот снимок, это, скорее всего, центральный рак лёгкого, когда забирался вся центральная опухоль лёгкого и все лимфатические узлы средостения. Ну, понятно, что тогда ни о какой защите сердца никто не думал, но и действительно, если при раке молочной железы в те годы был шанс дожить до поздних лучевых повреждений, ну, то, скорее всего, местно распространённый рак лёгкого просто до этих лучевых повреждений не доживал, и этой проблемы не было как таковой. А сейчас пациенты с местно распространённым раком лёгкого стали блестяще переживать пятилетний рубеж и тоже стали получать все шансы заполучить кардиальное осложнение. Случилась, собственно, эра смены, эра парадигмы лучевой терапии. В онкоцентре это случилось в 2010 году, и, конечно, сейчас это совершенно другое оборудование, и уже понятно, что по всем исследованиям вот эта современная эра и снизила автоматически частоту сердечно-сосудистых осложнений. В нашем центре апологет-контроля кардиотоксичности – это, конечно, профессор Трофимова Оксана Петровна, которая ещё и мне помогала готовиться к этой презентации, за что и спасибо большое, ещё и пришла меня слушать. Значит, сегодня современный центр лучевой терапии на медицин-онкологии Блохина – это совершенно точно самое крупное отделение лучевой терапии в стране, одно из самых крупных отделений лучевой терапии в Европе. Здесь представлен перечень нашего оборудования, я его не буду перечислять, я сделаю акцент на, о чём я буду дальше говорить в докладе. С 2012 года в онкоцентре однозначно первая в стране введена технология респираторного гейтинга. Это основная защита сердца от нагрузки по сравнению с другими методиками. В день мы лечим около 400 пациентов, в рабочий день мы посчитали отделением перед Конгрессом, сколько же пациентов мы лечим с респираторным гейтингом. Со всеми локализациями это около 70 пациентов в сутки, кого мы лечим с синхронизацией с актом дыхания. Это строго 100% вне зависимости от возраста пациенток с левосторонней локализацией рака молочной железы. Это все пациентки с лимфомами. Это весь рак лёгкого. И это стереотаксисы. Пищевод под вопросом. Мы считаем, что нижний грудной отдел нужно тоже лечить синхронизацией по дыханию. Но, тем не менее, вот это те группы, где мы 100% это делаем. Это увеличивает время лечения, но не влияет глобально на течение дня. И это нужно делать строго. Обязательно как бы не было лень. И вот фронт работы нас, лучевых терапевтов. Как я уже сказала, весь левосторонний рак молочной железы. Но сейчас все чаще попадаются пациентки, где и справа мы используем синхронизацию с актом дыхания. Мы делаем разметку, понимаем, что большой объём лёгкого попадает в объём лучевой терапии. И мы переделываем разметку уже на вдохе. Поскольку всё-таки получить пульмонит тоже не самая приятная история. Это строго ранний рак лёгкого, стереотоксическая лучевая терапия, где мы претендуем на радикальность метода, как и при радикальной хирургии. Это местный распространённый немелкоклеточный рак лёгкого при назначении радикального курса лечения. Лимфомы, рак пищевода и все повторные облучения зоны средостения. Много можно говорить о том же, какая доза радиации в целом опасна. И начиная с 60-х годов считалось, что сердце может быть повреждено при проведении дозы больше 30 грей на большой объём. Тогда как раз лимфома облучалась большими полями, все зоны. И, конечно, вот эти все молодые девушки точно доживали до лучевых повреждений. Ну и здесь представлено исследование, которое было проведено на жителях Японии, переживших атомную бомбардировку. И здесь очень чётко показано, что больше 8 тысяч смертей произошло от сердечных заболеваний. То есть их риск развития увеличился на 14% на один грей, полученный всем телом. Ну, тут можно думать, какие дозы действительно полезны, не полезны. Но вот именно здесь я хочу процитировать своего коллегу, американского радиотерапевта Тимура Митина. Он говорит, что если при планировании дозы на сердце больше 5 грей, задумайся о том, вообще нужно ли проводить эту лучевую терапию. Поскольку мы понимаем вклад после операционного облучения в развитие рецидива и вклад в кардиальные осложнения, до которых эта пациентка доживёт. На самом деле совершенно... Я обычно делаю доклады на сложные темы. У меня обычно всегда не хватает исследований. Оказалось, что по кардиотоксичности в лучевой терапии огромное количество исследований. Они все примерно говорят об одном и том же, но их очень много. И каждый год популярность этой темы растёт. И публикаций очень много. У нас есть у радиотерапевтов большой вопрос, что же считать? Это средняя доза на сердце или всё-таки доза, которая приходится на левую нисходящую ветвь коронарной артерии? Я не буду вас обманывать. Мы не оконтуриваем огибающую артерию сердца, мы контурим всё сердце. На самом деле не всегда по КТ её хорошо видно, и мы бы обманывали кого-то, если бы говорили, что мы её чётко находим, чётко оконтуриваем. То есть мы считаем среднюю дозу на сердце, мы считаем, что этого достаточно. Чего же мы боимся? Мы, конечно, боимся сочетания с антрациклинами, и мы, естественно, что боимся кардиальных осложнений сроком больше 10 лет. Но ещё очень большой вопрос. Вообще, какая пороговая доза радиации на сердце, какая часть сердца является наиболее радиочувствительной, какую мы должны выбрать точку отсчёта, и какие дозы радиации влияют на поздние лучевые повреждения. Эти вопросы, которые на сегодняшний день, несмотря на большое количество исследований, не решены. Почему вообще сложно связать кардиальную патологию с лучевой терапией? Ну, потому что это происходит в довольно поздние сроки. Отследить анамнез, точно доказать, что инфаркт связан с лучевой терапией, практически невозможно. И, конечно, может быть, и нет отсутствия документации. Если эти пациенты получали лечение 15-20 лет назад, то эту документацию можно уже просто не найти и не понять, какая доза действительно пришлась на сердечную мышцу из вот этих вот интервалов. Ну и потом, у пациентки могла быть терапия антрациклинами и доказать, кто внёс свой весомый вклад в различия кардиальной патологии. Могут, наверное, только весомо сказать кардиохирурги, который уже увидит эти потрясающие сосуды и точно скажет, что это воздействие лучевой терапии. Ну, здесь представлены графики сердечно-сосудистых осложнений у пациентов, которые перенесли рак в детстве. И здесь показаны дозы, полученные сердцем, и сроки от времени проведения лучевой терапии. Я скажу честно, я ни разу в своей клинической практике не встречалась с острыми повреждениями сердца после лучевой терапии. Поздние лучевые повреждения эти пациенты оказываются уже не у нас на лечении, поэтому мы их просто не видим в силу того, что они уже просто сняты даже с учётов у онкологов. Но, тем не менее, это тот перечень осложнений, которые являются последствиями непосредственно лучевой терапии. Какие же у нас есть технические пути решения? Но первое – это точно отказ от лучевой терапии. Там, где это возможно, это взвесить, найти ту группу больных, у кого проведение лучевой терапии просто не нужно. И это будет самым лучшим профилактикой сердечно-сосудистых осложнений. Одно из самых простых историй – это, конечно, изменение положения тела пациентки. Сейчас это покажу. Этому посвящено самое большое количество работ. Уменьшение объёмов лучевой терапии. Это сейчас актуально и при лимфоме, и при раке лёгкого, и, конечно, при раке молочной железы. Технологии планирования лучевой терапии, использования АМРТ и ВИМАТ, хотя мы являемся ярыми противниками этих современных технологий в лечении рака молочной железы. Да. Ну, это может быть отдельная лекция. Почему мы так считаем? Мы используем не совсем классическое 3D-конформную лучевую терапию, такое некое адаптированное к АМРТ-технологиям. Сейчас, к сожалению, нет на это времени, чтобы это обсудить. И, конечно же, одно из самых главных – это синхронизация с актом дыхания, это респираторный гейтинг. И вот это очень свежая работа январь 2022 года, вышедшая в журнале медицинских физиков. Посмотрите, какие разные позиции положения пациентки для лечения рака молочной железы используют. То есть, конечно, основная масса работ направлена именно на эту нозологию. Это так называемая prone position, то есть, когда пациентка лежит на животе, и молочная железа свисает в специальное углубление. Но это подходит не для всех пациенток, это по факту для пациенток только с ранним раком молочной железы, когда нам не надо облучать зону регионального лимфоотока. Но именно эти пациентки и претендуют на более длительную продолжительность жизни, и для них это, конечно, кардиальная патология очень актуальна. Но здесь выбраны две позиции. Меня это очень удивило, я раньше с этим не встречалась. Я так понимаю, что позиция дайвера, посмотрите, согнутые колени и обе руки подняты. И я сейчас представлю результаты этого исследования. И также, посмотрите, одна рука опущена, одна поднята, одна опущена. Что это тоже, оказывается, влияет определенным образом на развитие пульмонитов и на развитие сердечно-сосудистой патологии. У меня, видимо, слайд перескочил, но сейчас вернемся. И, конечно, основной это технологии лучевой терапии. В 2D я точно знаю ситуацию по стране. В Российской Федерации практически не осталось центров, где есть 2D-конвенциональная лучевая терапия. Это всего два или три региона. Все остальные регионы оснащены комформной лучевой терапией. У 80% регионов есть техническая возможность осуществлять респираторный гейтинг. Увы, к сожалению, это не происходит в рутинном режиме на практике по разным причинам. И, конечно, вот эти новые технологии, 3D-конформная лучевая терапия, а МРТ с так называемым FF-пучком значительно снижают дозу на сердце, особенно в сочетании с респираторным гейтингом. И в основной массе случаев при раке молочной железы доза на сердце стремится к нулю. Обычно сердце получает меньше 1 ГРЭ, что, конечно, абсолютно никак не влияет на развитие поздних кардиальных осложнений. Ну, вот так выглядит стандартный план 3D-лучевой терапии. И здесь уже вот синим – это уже минимальная доза, это меньше 1 ГРЭ. Ну, это, конечно же, с респираторным гейтингом план на задержки дыхания. Это как раз исследование, которое я говорила по положению. Посмотрите здесь, ну, на чем тут важно сделать акцент, что, оказывается, максимальная защита легких происходит в положении лежа на животе, ну, что, естественно, и здесь наиболее выигрышным оказалось положение с двумя поднятыми руками. С двумя поднятыми руками и с согнутыми коленями, на удивление. Да. Но для сердца особенных различий в смене положения отмечено не было. То есть это более актуально для легких. Но все-таки авторы работы говорят, что в положении лежа на животе с одной поднятой рукой доза на сердце является самой минимальной, но погрешность очень незначительная. Поэтому я не уверена, что данную историю нужно воспроизводить в реальной клинической практике. Мы вряд ли получим какие-то глобальные изменения. И это все, конечно, нужно делать с задержкой дыхания. Это то, что реально снижает нагрузку. Конечно, вот об этом можно очень много говорить. Тут вот Оксана Петровна со мной обычно не соглашается. Я сторонница деэскалации дослучевой терапии при раке молочной железы и деэскалации объемов облучения. Я за отказ от лучевой терапии у группы больных. У нас все работы с лучевой терапией связаны с исследованиями, с другой химиотерапией, с другой таргетной терапией, где, конечно, лучевая терапия вносила в свой вклад больший вклад в безрецидивную выживаемость. Сейчас, конечно, хочется пересмотреть свои подходы и хочется большей части больных отказывать в лучевом лечении. Но, конечно же, применение частичного облучения при раке молочной железы значительно снижает дозу на сердце. Применение брахи терапии тоже значительно... Ну, там доза на сердце нулю равна. Мы не попадаем в эту зону. И, конечно же, это возможность вообще не проводить лучевую терапию пациенткам старше 70 лет, поскольку сейчас они тоже имеют огромные шансы пережить десятилетний рубеж и не получить вот эту комбинированную кардиотоксичность, связанную и с возрастом, и с лекарствами, и со всем остальным, что тоже, конечно, очень важно. Рак лёгкий. Я не могла... Я очень люблю рак лёгкого значительно больше, чем рак молочной железы. Ну, так мы всё-таки делимся на определённые истории. И здесь как раз для меня очень важная история. Мы сейчас полностью поменяли подходы к лечению рака лёгкого. Это селективная оконтуре у неё групп поражённых лимфатических узлов. Вот здесь представлен классический. То есть раньше облучалось всё средостение. И, конечно, сердце получало огромную дозу, и мы ничего с этим поделать не могли. Сейчас вот тут оранжевым показано то, что мы облучаем. Посмотрите, значительная доза средостения свободна от объёма лучевой терапии. То есть мы облучаем только то, что поражено. А дальше пациенты получают консолидирующую иммунотерапию. Тем самым мы автоматически значительно снижаем нагрузку на здоровую часть лёгких и на сердце. И, конечно же, лимфомы. Про лимфомы можно тоже делать отдельный курс лекции по снижению кардиотоксичности. Но глобально сейчас при лимфомах сильно изменились подходы. Проводится только консолидирующая дистанционная лучевая терапия. Проводится строго по данным ПЭД. Проводится строго на статочную опухоль, где это действительно нужно. На самом деле объёмы лучевой терапии при лимфомах сейчас очень небольшие. И доза лучевой терапии варьируется от 30 до 36 грей. То есть там всё-таки вопрос вот этой кардиотоксичности решился сам с собой вообще в целом в подходе к лечению лимфом. И, конечно же, вот то, что мы уже говорили, это 3D-планирование. И здесь вот хирургическая история, что, конечно, чтобы нам сделать аккуратный буст и снизить нагрузку на сердце, нам очень важно хирургическое клипирование ложи удалённой опухоли, когда мы точно видим ту зону, которую нам нужно облучать. И плюс мы очень легко можем воспроизводить укладки. И, конечно же, для нас очень важная история. Сейчас ведётся огромная работа с регионами по выбору объёмов лучевой терапии, поскольку это действительно очень тонкая история, как объёмы выбрать правильно, поскольку, увы, к сожалению, иногда превышают объёмы чисто технически, и из-за этого физика не может сделать адекватный план и получает большую нагрузку на сердце. Мы обычно, когда приезжаем в регионы, мне физики говорят, вы знаете, у нас не получается адекватный план, у нас очень большая нагрузка на сердце. Я говорю, давайте проверять контуры врачей, скорее всего, что-то с ними не так, а не в программе физиков проблема. Это тоже важная отдельная история. И, конечно, самое важное – это фокус на дыхании. Вот это представлено модель эспираторного гейтинга. Сейчас она будет показана на раке лёгкого. Вы видите, как опухоль движется в процессе лечения. В раке лёгкого нам надо ещё и опухоль поймать в нужную фазу дыхания. А при раке молочной железы нам нужно лёгкое максимально отвести от объёма лучевой терапии. Соответственно, на пациенте устанавливается специальная коробочка. Пациентка делает глубокий вдох. Этот цикл записывается автоматически в нашей системе. И дальше пациентка лечится с этой же коробочкой каждый сеанс на аппарате. Аппарат включается только тогда, когда пациентка делает свой правильный вдох, который записан. И, конечно, да, это всё происходит каждый сеанс. Одна и та же процедура. Вот пациентка вот этой зелёной полосочкой должна попасть вот в этот вот свой дыхательный коридор, который записан именно для неё. Ну, здесь представлено ещё из одной из исследований. Здесь представлена комбинация методик, комбинация интенсивно модулированной лучевой терапии, самой современной лучевой терапии и задержки дыхания. И вот вы здесь видите, как на задержке дыхания меняется объём сердца, ну и автоматически снижается нагрузка на него. Ну и здесь, конечно, представлено, что, ну, тут уже автоматически понятно, что если у вас интенсивно модулированная терапия и задержка дыхания, то именно при этой ситуации нагрузка на сердце будет минимальная. И вот здесь, посмотрите, уже представлен именно лечение рака лёгкого. Вот это запись на аппарате лучевой терапии. Посмотрите, это на задержке дыхания так двигается опухоль, и нам надо в неё попасть. Ну, здесь представлен случай периферического рака, но здесь это просто очень наглядно видно, какая-то непростая история попасть туда, куда нужно ежедневно в процессе лучевой терапии. И то, о чём я просто обязана сказать, извините, я немножко выйду из регламента, но я не могу не сказать, это новая история для, в принципе, опять же, это не новая история во всём мире, интероперационная лучевая терапия используется очень давно, но именно интероперационная лучевая терапия на линейном ускорителе электронов в нашей стране началась год назад. В нашем центре аппарат установлен в операционной, и, конечно, именно в плане нагрузки на сердце интероперационная лучевая терапия побеждает все остальные методики, потому что полный ноль, ничего не попадает ни на лёгкое, ни на сердце. Поэтому для подведения буста, либо для пациенток, у кого показано частичное облучение молочной железы, к методу может быть много вопросов, много споров, но, тем не менее, именно в плане кардиотоксичности он имеет ряд преимуществ. И была проведена работа, она опубликована в 2021 году, они смотрели по маркерам, по тропонину и про BNP, доказали, что никакой острой кардиальной токсичности нет вообще. Ну, говорят о том, что нужно ещё посмотреть на поздние результаты, но я думаю, что они будут примерно такие же. И вот так это выглядит в реальной клинической практике. Это наш аппарат, наша операционная. На сегодняшний день пролечено 58 пациенток. Мы работаем двумя бригадами, радиотерапевтическая бригада, медицинский физик и врач-хирург, устанавливается аппликатор нужного диаметра, сам сеанс облучения длится 3 минуты, единая госпитализация. Пока у нас за год осложнений не было. Вот так происходит. Вот здесь Александр Валерьевич совмещает именно головку аппликатора с аппаратом, и аппликатор уже установлен в ложе удалённой опухоли. И здесь короткий пример. Например, пациент 74 года, плоскоклеточный рак Т2, 0,0, выраженный кардиальной патологией инфаркт год назад. Я уговаривала хирургов прооперировать этого больного, но они его не взяли, потому что была высокая вероятность пневмоноктомии, которую бы он не перенёс. И проблема была в том, что опухоль была небольшая, но она, посмотрите, рядом с сердцем, ещё и от электаз при этой небольшой опухоли. И в неё было, во-первых, очень сложно попасть, плюс нам нужно было тоже на сердце сделать ноль нагрузку, учитывая его кардиальную патологию. Это получилось сделать, пока отдалённых результатов нет, но, тем не менее, мы попали в опухоль. Кратковременные результаты позитивные, от электаз раскрылся, но пока время наблюдения слишком небольшое. А вот здесь, посмотрите, сразу три очага в лёгком, на котором мы проводили одновременный стереотаксис, тоже на задержке дыхания. Посмотрите, один из очагов тоже близко к сердцу, и тоже надо сделать ноль. Но это всё делают уже методики лучевой терапии, методики именно респираторного гейтинга. Кому же нужно уделить особое внимание? Да, абсолютно всем пациентам нужно уделить особое внимание. Не должно быть исключений, когда мы говорим о профилактике сердечно-сосудистых осложнений. Наши пациенты живут долго, и сегодня мы говорим не только о их продолжительности жизни, но и о их качестве жизни. Мы не можем допустить, если у нас есть такая возможность, избежать этого, этого не делать. Поэтому я призываю радиотерапевтов всех страны максимально активно использовать синхронизацию с актом дыхания, что является основным методом профилактики кардиальных осложнений. Конечно же, следить за показаниями к лучевой терапии, следить за качеством наших контуров – это то, что является основополагающим. На это времени нет, но это алгоритм сердечно-сосудистого наблюдения для пациентов после проведенной лучевой терапии. Алгоритм есть, опубликован в 2016 году. Если у кого-то есть возможность этим заниматься, то, в принципе, довольно хороший, удобный протокол. Ну и я благодарю мое самое большое отделение в стране за поддержку и моим коллегам за возможность здесь выступить. Спасибо большое. Спасибо.